Мур, привет друг, это Зверько и я продолжаю рассказывать об обновлении 1.3.82. Само обновление переведу несколько позднее, а наиболее важное будет в отдельных выпусках вроде этого. В игру добавили маски, в отдел Роам. Маску можно купить только одну и давай посмотрим, что их объединяет. Цена 1750 золотых, дают плюс 700 хп, плюс 10% кд навыка и ускорение бега 25 единиц. Дальше интереснее, после покупки ты не делишься с союзниками золотом и опытом закрипов и лесных мобов, а сам получаешь 2 золотых и немного опыта каждые 4 секунды. Если ты на пятом месте в команде по золоту или экспе, то получение золота или опыта возрастает до 15 через каждые 4 секунды, а также получаешь больше золота или экспы при поддержке в убийстве героя на 50%. Сложно звучит, да? Но по сути, ты не делишься опытом, но и с тобой тоже не делятся. Теперь перейдем к частному. Фиолетовая маска, теневая. Активный навык. Ты и союзники рядом с тобой получают невидимость на 5 секунд. Нанесение урона или получение его выкидывает из невидимости. Кд навыка 60 секунд. Как тебе такое, Наталья? Целая группа невидимок. Красная маска. Маска отваги. Активный навык. Ты и ближайшие союзники получают ускорение бега на 30%, а также увеличивается физическая и магическая атака на 20%. Баф длиной в 3 секунды. Кд навыка 40 секунд. Пассивка. На 10% вырастает мак и физ атака. На 10% повышается мак и физ защита. Оригин хп и маны увеличивается на 50% для тебя и ближайших союзников. Неплохая прибавка. И синяя маска. АВ. Мария, видимо. Тут несколько сложнее. Твоя автоатака ставит метку на врага, которая держится 3 секунды. Если ты или твои союзники нанесут еще 4 удара автоатакой за эти 3 секунды, то цель застанется аж на 2 секунды. Кд этого удовольствия 25 секунд. Очень удобно вышибать опасных героев. Итак, предметы обладают средними характеристиками, но сильными обилками. Опять же, надо смотреть кому это покупать. Я пока вижу 3 варианта. Первый. Это подвижный гангер, который сам себе фармит, даже проходя по союзной линии. Сам себе добивает крипов и использует обилку, когда вздумается. Второй. На сверхметового героя, которого вся команда будет кормить, оставляя на добив крипов. Это уже командный вариант 5 на 5. И третий. Это саппорту, который поддерживает союзника, ослабляя крипов и оставляя на добивку, скажем, стрелку. Это позитивные варианты, а негативные. Прикинь, ты берешь мага, который слабо добивает с руки и стоишь на линии с союзником автоатакером, который купил себе маску и самостоятельно добивает себе крипов. Полезность нерасформленного мага резко снижается. Так что эти маски палка двух концах. На этом все. Если видео тебе понравилось, подпишись на канал и жми лапку под видео. Удачи, друг!